Все знают в Чечне имя народного кандидата Айсу Хаджимуратова. Не надо здесь вот эту пропаганду свою толкать. Все знают и все будут голосовать за Айсу Хаджимуратова. Почему ООН не помогли Чараев вернуть независимость даже восточному Тимору, у которого оппозиция была гораздо серьезнее в лице США, Австралии и Индонезии, и все равно позволили стать суверенным государством. Ну, увы, Кирилл Леонов, имеем то, что имеем. Ульянов. Чего лишена Чечня сейчас? Она вполне существует как отдельное государство. Возможно, что будь она самостоятельная и пришел в классе такой же, как Кадыров, что бы поменялось, какой бы была Чечня, неизвестно. Но мы бы сами несли бы за это ответственность. Мы как поставили над собой человека, такого как Кадыров, мы также его и убрали бы. Сейчас мы не можем это сделать, потому что не мы поставили Кадырова, не мы его выбрали. Кремль его нам поставил. Соответственно, мы не можем никак этим процессом управлять. Мы хотим, чтобы наше настоящее и будущее зависело от нас, было в наших руках, по воле Всевышнего Аллаха, разумеется. Чтобы мы сами этими процессами управляли. Мы хотим выбирать, потом нести ответственность за этот выбор. Если этот выбор будет неправильным, если к власти мы приведем человека недостойного, плохого, то мы хотим сами, чтобы мы были в этом виноваты, нести за это ответственность. Пока мы не несем за это никакой ответственности, так как мы не выбираем. Кремль нам ставит человека, и Кремль несет за это ответственность. Мы этого не хотим. Мы хотим быть хозяевами на своей земле, полноценными. Томсо, брат, я постоянно пишу тебе, ты ни разу не ответил мне. Я прошу, обрати внимание, меня зовут Алибек. Вопрос. Как думаешь, ведь во время войны в Чечне все вооруженные войска проезжали через Дагестан? А российские, ты имеешь в виду? Ну, не все. Со стороны Дагестана одна группировка войск вошла. Одна вошла со стороны Ингушетии, и одна с Осетии, с Моздока. С трех сторон заходили российские войска. Томсо, из Чечни хоть раз кто-нибудь предлагал сделать прямой эфир? Да, были предложения, и мы даже проводили прямые эфиры. Например, с Джамбулатом Умаровым, с Богомедом Даудовым тоже был эфир. Как думаешь, кто победит на выборах президента в Чечне? Я думаю, этот Айсаха Джамуратов победит. Кандидат от народа. Ты хотя бы знаешь имя хоть одного кандидата, помимо Падишаха, а основной народ, что-то вообще не в теме. Конечно, знаю, все знают в Чечне имя народного кандидата Айсаха Джамуратова. Не надо здесь вот эту пропаганду свою толкать. Все знают, и все будут голосовать за Айсуха Джамуратова. Месяц назад во всех соцсетях тысяч мусульман РФ хотели уехать в шариатское государство, но после провозглашения его в Афганистане никто туда не уехал или все зашарят только в интернете. Я не знаю, где ты видел всех мусульман в РФ, которые хотели куда-то уехать. Я подобных не встречал, видимо, я не в таком интернете нахожусь. Так что, кто хотел, ну, не знаю, ждут ли его там. Я, честно говоря, не встречал людей, которые хотели бы уехать в Афганистан. Даже сами афганцы, которые живут в Европе, будучи беженцами, тоже не спешат возвращаться. Так что вряд ли в страну, в которой такая неразбериха, пока еще не определились ни с властью, да ни с чем. На самом деле еще война такая внутригражданская, она еще не закончена. Но вряд ли туда захотят ехать люди. Тогда же без войны, я думаю, мало людей, которые, представляя перед сном свою идеальную жизнь, думают, вот живу я в Афганистане. Я тоже так думаю. Российские патриоты кричат, что Америка снабжает талибан, но почему-то все талибы советским оружием. Я бы не сказал, с оружием там сейчас, ну, наверное, не скажу в процентном соотношении, потому что судить по кадрам, наверное, будет неправильно. Но по тем кадрам, которые мы видим, там очень много американского оружия. И что примечательно, транспорт, на котором они передвигаются, он полностью американский, там нет никаких российских машин. И очень много американского оружия. Я так понимаю, американцы и общий контингент иностранный, уходя, это все как бы там оставил, большинство оружия они там оставили, это все перешло в руки к новой власти. Соответственно, там очень и очень много теперь американского оружия, американской техники. Возможно, там даже есть какие-то крутые какие-то вещи, типа самолетов, беспилотников, может быть, вертолетов. Я думаю, та техника, которая была у афганского правительства, она ведь тоже сейчас перешла к новой власти. И это будет американская техника. Томсо, как ты думаешь, Талибан будет наступать на Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и будут ли пытаться талибы навести суету на Северном Кавказе и Татарстане? Я думаю, что нет. Я думаю, что им не до этого. Вообще сейчас их какие-то соседские разборки, ничего это не волнует, им нужно в своей стране сейчас разбираться. Но Таджикистан очень сильно обеспокоен. Почему-то именно Таджикистан. Остальные не так сильно. Таджикистан прямо очень сильно обеспокоен. И они... Такое ощущение, что они готовят какое-то превентивное наступление. Бывает, не дожидаясь удара от талиба, хотят напасть. И только так можно объяснить то, что происходит в Паншире. Вот эта вся истерия в таджикских СМИ, в целом, в большинстве таджикского общества. Такое ощущение, что самой главной проблемой Таджикистана является Афганистан. Хотя мне кажется, что опасаться там не стоит. Ну, элементарно, конечно, и соображение безопасности там в соответствии с правилами обороны и так далее. Разумеется, нужно позаботиться, как-то предусмотреть, чтобы в случае чего там можно было отразить и так далее. Это понятно, это задача Министерства обороны. Но вот прям так напрягаться по этому поводу, я думаю, что не стоит. А Кавказ, Татарстан, так это вообще. Хотя туркмены, я думаю, туркмены были бы рады, если бы к ним кто-то пришел на помощь со стороны. Почему российские федеральные СМИ так яро хейтят Талибан? Они же, очевидно, уже власть в Афганистане. И что вообще они сделали России? А я, кстати, не замечаю вот этого хейта от российских федеральных СМИ. По-моему, они наоборот как-то очень сдержанно в отношении Талибана высказываются. Да вообще в целом Россия заняла такую очень сдержанную позицию. Мне кажется, наоборот, не федеральные СМИ в большинстве своем направили свой хейт в сторону нового афганского правительства. А федеральные СМИ, у меня такое ощущение, что наоборот, поняв, что там произошло, готовятся к изменению риторики, к тому, чтобы приставку запрещенную в России организации уже убрать. Такой этап подготовительный, мне кажется, сейчас идет. Как считаешь, чеченцы поедут поддержать талибов в Афганистан, как в Сирию? А зачем чеченцам ехать в Афганистан и поддерживать талибов, как ты говоришь? В чем необходимость? Талибы нуждаются в какой-то поддержке? У них есть дефицит живой силы? Чем это продиктовано? Или, может быть, они кого-то звали, просили помощь? Конечно, нет. Зачем? У чеченцев как бы своя проблема есть. Это Россия, это российские оккупационные войска на своей территории. Это российское марионеточное правительство, власть на своей территории. Кто бы нам помог? Нам нужна реально помощь. Не то, что там мы кому-то помогать. Нам бы кто-нибудь помог. Там живешь, там же холодно зимой. Ну, жить можно. Конечно, холоднее, чем на моей роде. Но я вам скажу, в Швеции зима очень такая приятная, сказочная, я вам сказал. Она мне, когда я выглядываю в окно, это такая зима из моих детских сказок, снов, мультиков. Она очень красивая, снежная. Так что мне нравится. Субтитры создавал DimaTorzok